Приступая к анализу и обсуждению текущих вопросов рабочей недели, в ходе аппаратного совещания глава города Зайнудин Акмазов рассказал, что 22 июня зачитал доклад о проделанной работе в муниципальном образовании перед Народным собранием Республики Дагестан. Помимо отчётов выступлений были обозначены основные проблемы города, дано подробное описание положения дел за прошедший год и озвучены первостепенные задачи, поставленные на 2017 год по каждому отдельному направлению, сказал Акмазов. Основной вопрос – это дорога по тому мосту, потом и улицы городские, благоустройство. Я изложил проблемы города, начиная с этих очистных сооружений, той же самой дороги, потом по берегу укрепительную работу, по шести школам, которые нам необходимо строить дополнительно. В докладе также были представлены основные показатели социально-экономического развития городского округа. Как отметила Акмазов, прошедший год стал для города годом сохранения и дальнейшего развития достигнутых позитивных тенденций в важнейших секторах экономики, увеличение оборота розничной торговли, роста средней заработной платы, собираемости налогов, бюджеты всех уровней и снижением безработицы. Далее Акмазов зачитал постановление, принятое Народным собранием Республики Дагестан. Заслушав информацию главы о социальной и коммерческой ситуации муниципального образования город Хасовер, Народное собрание Дагестан постановляет, принять к сведению информацию главы города о социальной и коммерческой ситуации город Хасовер, рекомендовать администрации городского округа в город Хасовер. Активизировать участие в реализации федеральных целевых программ для привлечения дискульканских и федеральных средств на территорию муниципального образования. Потом второй пункт. Обратиться в федеральное казенное учреждение ДОР, КАСПИ, о возобновлении работ на объекте строительства и реконструкции автомобильной дороги М-21. Речь идет о строительстве обездной дороги через город. Продолжение Акмазов обратился к начальнику отдела торговли и дал поручение в ближайшее время предоставить полный список всех торговых объектов, расположенных на территории города. По завершению обсуждения рабочих вопросов совещания глава города вручил благодарственные письма за добросовестное выполнение должностных обязанностей работникам МОБХАС благоустройства и спецавтохозяйства. Продолжение следует...